Уважаемые слушатели, рассаживаемся по местам. Сейчас уже начинается очередная лекция. Я очень рада представить вам нашего лектора, профессора кафедры алтаистики и китая ведения Института международных отношений Казанского федерального университета Дмитрия Евгеньевича Мартынова. Уважаемые коллеги, уважаемые гости, добрый день. Я надеюсь, наши ряды еще потихонечку будут пополняться. Ну а я вот в отведенное нам некоторое время постараюсь в максимально такой вот форме присущей мне изложить какие-то наблюдения в рамках нашей заявленной темы и, безусловно, чтобы она вписывалась в заявленную главную генеральную тему нашей зимней школы, а именно Россия и мир. И понятно, что когда мы говорим про нашего ближайшего и величайшего по размеру территории, по населению, восточного соседа, говоря про Китай, то, естественно, вот встает в том числе и очень важный большой такой букет, целый кластер, как сейчас модно говорить, вопросов, которые касаются прежде всего того, какими именно способами можно, во-первых, заниматься познанием культуры, неких глубинных вещей, которые определяют поведение целой цивилизации. Естественно, от этого же напрямую зависит масса практических вопросов, как выстраивать отношения, причем и в целом, и в политике, и на уровне, допустим, личного общения, все что угодно. И, соответственно, встает еще и такой интересный вопрос, как то, что насколько вообще адекватно, насколько адекватно, как адекватно нам это знание получить. Поэтому вот принципиально важный момент – это в том числе способы, с помощью которых представители китайской цивилизации хотят и, в общем, осуществляют вот сообщения о себе, как говорили когда-то латиняне, urbi et orbi – городу и миру. Вот и давайте на это посмотрим. Тем более, что, понимаете, вот тоже хотелось бы еще с чего начать, прежде чем мы уйдем с нашего финанса, с нашего, наоборот, инициального, начального слайда, так это помянуть о том, что, понимаете, китайская цивилизация по возрасту своему, по своему развитию, она, безусловно, восходит к тем временам, когда существовали цивилизации, если брать термин тойнби, что называется, первичные, соответственно, наподобие месопотамской, древней или древнеегипетской, у которых, вот это принципиально важный момент, у которых не было необходимости заниматься саморепрезентацией, они были сами в себе. Хотя мы знаем, хотя бы из самых общих каких-то вещей, что Китай, хотя бы по названию, по иероглифам, по этимологии этих иероглифов, он до сих пор продолжает именовать себя срединным государством, кстати сказать, сами обычные, что называется, китайцы этого, безусловно, не воспринимают, вот, и, соответственно, здесь уже проблема возникла, то, что Китаю, во-первых, есть о чем сообщить нам, ну и, во-вторых, самый интересный вопрос, как же это делается. И поэтому, чтобы не утопать в каких-то абстракциях, я бы хотел раскрыть вот эту вот тему, насколько вообще это возможно сделать за 40 минут или там чуть меньше, сколько у нас будет, на совершенно конкретном примере, на примере конкретного интеллектуального проекта, предпринятого огромным коллективом Пекинского университета, и вот который этот проект в 2020 году, собственно, целиком увидел свет в русском переводе. Я, собственно, наверное, был одним из первых специалистов, который узнал в свое время о этом проекте в 2012 году, когда в Казани проходил 20-й по счету съезд российских востоковедов, вот, собственно, Ирина Федоровна Попова, сейчас уже член-корреспондент Российской Академии Наук, директор Института Восточных Рукописей Российской Академии Наук в Петербурге, вот, собственно, она тогда-то и начинала вот эту работу. Издание на русском языке, ну, в относительно конечном объеме, каждый том, ну, приблизительно от 600 до 700 страниц. Ну, то есть, в общем, учитывая объем хотя бы тех же китайских текстов, учитывая объем всего вот этого, безусловно, согласитесь, это не так много, хотя и очень эстетично. И вот, с вашего позволения, пару слов о том вообще, как это все делалось, как это начиналось, для чего это было нужно и из чего выросло. Итак, поехали. Вот это вот издание, которое я здесь демонстрирую кадры, слайды на русском языке, оно изначально было начато еще около 20 лет назад, то есть вот китайский оригинал, сейчас мы до него с вами обязательно дойдем, он вышел в свет в 2006 году. Там в общей сложности понадобилось что-то около 7 лет труда, и это был, причем этот труд, он чем, безусловно, интересен. Понимаете, его мы можем воспринимать как вот современный такой вот суперсрез того, как именно в Китае, во-первых, себя представляют сами перед лицом мирового сообщества, и во-вторых, это вот такой вот проект, такой вот способ именно что заявить о себе. Сейчас мы в глубину обязательно пойдем. Ну вот еще взгляните на это чудное оформление. Оформление, безусловно, отличается и в китайском оригинале, и в английском переводе, о чем чуть-чуть впереди. Издание замечательное. Значит, сразу был тринит такой формат. Его писали, его составляли только исключительно специалисты Пекинского университета, более 30. Во главе с замечательным ученым Юань Хинпэем, который был признанный специалист по китайской литературе там древних времен, профессор, член, кстати, не коммунистической партии, а демократической лиги Китая, но при этом, значит, он входил в комитет по присуждению ученых степени при Госсовете КНР. То есть в данном случае это вот даже если перечислить регалии, понятно, что это все очень серьезно. Итак, значит, в составе вот редколлегии, в составе авторского коллектива высочайшего класса, высочайшего качества специалисты. Соответственно, и издание это получило, все мыслимые китайские награды, например, награду Китайской национальной библиотеки или конкурса Пекинского по социальным гуманитарным наукам. При том, что надо сказать, вот забегая вперед, может быть, да, мы привыкли тоже говорить про какие-то гигантские тиражи, про какие-то гигантские толпы китайцев, но тираж вот этого русского издания, на русском языке имеется в виду, тысячу экземпляров, из них продажу поступило 300. Ну, по большому счету, большего и не надо. Чем это доказывается? Да это очень просто доказывается. Общий тираж китайского издания составил всего-то навсего 33 тысячи комплектов, тоже в четырех томах каждый. Согласитесь, на полтора миллиарда китайцев это не так уж и много. Почему? А вот сейчас это мы с вами увидим. Но прежде чем я буду говорить вот про это издание, мне бы хотелось пару слов сказать вообще, откуда взялось Китая вообще представление о том, что нужно как-то свою собственную историю, историю своей культуры и цивилизации отфильтровать и там в одном томе или, допустим, в трех, в четырех, вот представить миру. Увы, первыми были японцы. Эпоха Мэйди, которая во многих отношениях стала образцом, в том числе для развития Китая, для китайской модернизации, так же, как, например, и очень значительная часть базовой, научной терминологии в современном китайском языке, в сущности японского происхождения, созданной японскими специалистами из китайских иероглифов, разумеется, по правилам словосоставления китайского языка. Первым был выдающийся японский историк, экономист, политолог Тагути Укити, автор, вот, собственно, первой истории китайской цивилизации, которая вышла в 1883 году. То есть это шло параллельно. Во-первых, до этого, за три года до этого, он опубликовал, собственно, такую же историю японской цивилизации. Но и поскольку все-таки японцы еще в те времена получали классическое китайское образование, это еще все-таки были еще самураи по рождению и по воспитанию, то и, соответственно, воспринимая новейшее достижение исторической науки, тогда это был позитивизм, немецкий позитивизм, вот, собственно, японские специалисты и приступили к переносу заимствованных на Западе лекал каких-то шаблонов на свой собственный мир. Но вот если вы видите текст, который я счел возможным поместить на этом слайде, то обратите внимание, что вот копирование германских образцов, они тоже давали довольно оригинальный результат. То есть, например, Тагути Укити должен был решать двойную задачу. Задача первая – показать, что японцы не являются вторичными или как-то зависимыми от Китая. То есть, они должны были доказать, он своей книгой должен был доказать. Кстати, вот как она выглядит. Это вот первое издание, видите, в левой, значит, колонке от нас, здесь написано, что эта книга напечатана в 23-й год правления Мэйди, и, ну, то есть, собственно говоря, в 1883-м. Краткая история китайской цивилизации. Так вот, это с одной стороны. С другой стороны, он должен был доказать то, что Япония своей модернизацией, промышленным развитием достойна оказаться в ряду великих держав. А как это можно было доказать? А вот он по-своему взял и доказал, в кавычках. Заявил, что японцы относятся к корейской расе. Вот такая была эпоха. Он не знал и, в принципе, не мог знать. Он скончался, как видите, еще сравнительно молодым от сердечного приступа в 1905-м году, еще даже, в общем-то, не застав конец русско-японской войны. Такая была эпоха. И это тоже надо иметь в виду. Любая сводная история, любая репрезентация, безусловно, это будет проект. Следующая очень популярная всеобщая история Китая, уже не столько цивилизации, сколько в целом, была написана выдающимся ученым Нака Ни Тио, который, собственно, был в значительной степени, если не лично, то во многом учителем тех китайских специалистов, которые осуществили так называемую историографическую революцию. То есть те, которые перевели китайское знание о прошлом на русло современного научного метода. И вот, в частности, я здесь именно потому и поместил имя Лян Чи Чао, который, собственно говоря, и создал эту самую историографическую революцию, и который, собственно, прочитав вот эту вот восхитительную книгу, почему восхитительную, смотрите сами, насколько это эстетично. Это не типографский набор, это ксилограф, который воспроизводит авторский почерк. Это, согласитесь, уже очень серьезная заявка. Вот здесь вот эти два иероглифа крупных внизу, они, собственно, по-китайски читаются как Тхонши, и, собственно, они означают очень влиятельный, мощный жанр, такой сквозной истории, потому что главное значение этого иероглифа именно такое. Вот, значит, Накамичио, однако, при этом он полностью разделял японоцентрические представления своего времени. Он так и заявил, у Китая еще истории нет. Ну, то есть, понятно, что сама по себе-то история, она не имелась в виду. Здесь имелась в виду то, что нет ее описания. И самое главное то, что именно Накамичио первым привязал события истории Китая к известной нам всем с вами триаде – древность, средневековье, новое время. Вот еще раз давайте полюбуемся этим дивным ксилографом и потихонечку от глубокой, ну, не древности, конечно, но глубокого прошлого, двинемся немножко дальше. А вот вам первый уже китайский выдающийся историк, который, собственно, произвел вот некий синтез, вот эти японские достижения. Японские достижения, ну, они, в принципе, все равно сами по себе были вторичны, скажем, по сравнению с немецкими. Ну, вот он это сделал. Он перевел краткую историю Китая, вот этого нашего с вами, Накамичио, на китайский язык. По приказу, кстати, Джан Джодона, это был один из выдающихся деятелей ранней китайской модернизации, еще при империи. Он и потом и сам написал отдельную историю культуры Китая. Совершенно восхитительная книга. Вот вам ее издание в мягкой обложке, которая, в общем, с тех пор многократно воспроизводилась. Вот трехтомник, да, видите, верхний, средний и нижний тома, как принято в китайской библиографии. Вот это именно история китайской цивилизации, Ваньхуа. Вот это была принципиально важной позицией, потому что все-таки Люи Джан, он прямо заявил, что если мы хотим, во-первых, Китай в те времена, да, находился в очень тяжелом положении, 1930-е годы, страна чуть-чуть только начала восстанавливать свою независимость от полуколониального режима, впереди была тяжелейшая восьмилетняя, опять же, война с Японией, ну, вот такой Тихоокеанский фронт Второй мировой войны. И поэтому в этих условиях главной задачей Люи Джана было не еще раз вспоминать какие-то политические события, потому что политические события устаревают. Интерпретации политических событий, к счастью или к сожалению, но они в любом случае подвержены необычайно сильной эрозии. Я вот лучше такое слово использую. Он вместо этого решил сделать другое. Он решил вписать Китай в эволюцию человечества вообще. Грандиозная задача. И понятно, чем она вдохновлялась. Буквально за три года до того, как Люи Джен написал свою историю Китая, был найден синантроп, ископаемый обезьяно-человек возрастом 700 тысяч лет, который превратил Китай таким образом в один из центров антропогенеза, возникновения человечества как такового. Естественно, это не могло его не вдохновлять. Причем там тоже очень интересные же были люди. Например, в открытии синантропа колоссальную же роль сыграл внучатый племянник Вольтера, который по иронии истории был, во-первых, геологом, а во-вторых, монахом ордена иезуитов, против которого, собственно, Вольтер всю жизнь воевал. Это был знаменитый Пьер Тайар де Шарден. Тоже вот, да, любопытно. Глубочайшую древность Китая открыл, однако же, француз. Вот, поэтому Люи Джену предстояло сделать что-то еще. И вот я не случайно помянул и на комитию, и, безусловно, Люи Джена, просто потому, что вот это вот восхитительное издание, вот вам, собственно, оригинал истории китайской цивилизации, вот он, собственно, и выполнен в том же самом стиле. То есть это, прежде всего, представитель очень интересной науки, науки, которая по-китайски называется, я предпочитаю переводить это как родиноведение. Дословно, это госюэ. Госюэ – это история государства. Но когда мы переводим на русский язык вот это вот го, тут надо в квадратных скобочках вставлять наше государство. То есть это специфика, это именно Китай, вписанный вот в этот глобальный контекст. И вдруг как раз выясняется, что в 2000-х годах, а уж тем более сейчас, именно этот контекст и, собственно, является наиболее, наиболее, может быть, даже слободневным, а не только актуальным. То есть вот это вот замечательная красная книжица в четырех томах, которая выполнена в жанре госюэ, которая прежде всего означает совокупность признанных в самом Китае фундаментальных основ духовной культуры, образованности и учености. И именно в этом жанре книга, собственно, и выполнена. Ну вот тут вот сухой такой слайд с текстом, который, собственно, должен проиллюстрировать успехи этого издания, ценность этого издания, опять же, в самом Китае. То есть вы согласитесь, что когда на историю, ну, строго говоря, это университетский учебник. И вот когда на университетский учебник выпускают рецензию центральной газете, ну, я что-то немного могу вспомнить, скажем, учебников по русской истории, которые бы удостоились хотя бы задней полосы в российской газете. Все-таки это, опять же, вот хороший индикатор того, что это такое. Ну, вот, как видите, издание имело большой успех, но вот общий его комплект все равно составил порядка 33 тысяч экземпляров. Вот. Почему так немного, это тоже понятно. Это достаточно тяжелый текст. И опять же, чтобы мы с вами вот поняли его значение, ну, тогда пару слов еще я вам должен сказать о том, как этот комплект был переведен еще и на английский язык. Это было сделано раньше, чем на русский, в 2012 году. Вот. Это, значит, сделал очень любопытный специалист, профессор университета штата Вашингтон. Напоминаю, да, университет штата Вашингтон прежде всего специализировался на такой своеобразной научной дисциплине, как советология. Советология – это такая была странная дисциплина, в которой одновременно изучали СССР и Китай. По крайней мере, специалисты с языком там были. И вот, собственно, Дэвид Канектас, специалист этого университета, вот он и смог реализовать этот проект. Он перевел это издание и даже удостоился потом от китайского правительства, собственно, специальной премии, специальной награды, что тоже, на мой взгляд, вполне характерно. То есть, таким образом, задача была поставлена. Итак, Юань Синпэй, его коллеги, вот они выполнили исследование в жанре госюэ, о которой я говорил. Вот каллиграфическое написание, собственно, название этой дисциплины на фоне вот четырех сокровищ китайского каллиграфа. Ну и как положено, безусловно, красная тушь, необходимая, чтобы смочить ею печать свою авторскую и, значит, соответственно, удостоверить, что да, это было, это наше. Итак, как я уже сказал, госюэ – это прежде всего, наука – это прежде всего дисциплина о том, как это все устоялось и в каком виде оно достойно предстать перед взглядами всего остального человечества. Дальнейший свой рассказ я буду вести на фоне, мне показалось, очень примечательной эта анимация. Она выполнена на основе исторического атласа, атласа исторической географии Китая, вот Ци Хианя, который впервые вышел еще в 60-е годы. То есть вот пока вот на фоне меняющихся границ Китая от самых-самых древних времен, от третьего тысячелетия до нашей эры и до, в общем-то, наших дней, вот мы и немножко поговорим о сути этого труда. Пока что мы говорили только по форме, сейчас поговорим немножко по содержанию. Итак, эту книгу в известном смысле можно считать инновационной. Инновационной в таком вот научно-идейно-методологическом плане. И, собственно, сам автор, главный автор этой книги, вот Цинская династия, самый такой расцвет, ну, собственно, Китайская народная республика. Тайвань так немножко политкорректно выделен отдельно. Так вот, дело в том, что вот самая-то главная задача, она у Юань Синтея была, собственно, такая же, как у его предшественников. То есть он должен был констатировать, собственно, что такое человечество и какую роль занимает там Китай. И вы знаете, очень интересны эти вещи на самом деле, потому что, еще раз говорю, вот значение русского перевода, то, что сейчас самые широкие слои интеллигентных читателей, читающие на русском или, скажем, на английском, чтобы не мучиться со специфической терминологией китайской, с цитатами из древнекитайских книг в оригинале, по крайней мере, здесь можно понять, ну, собственно, как вот сами себя представители ученого сословия этой цивилизации осмысляют. И Юань Синпэй, он начинает с самых общих вещей. Это тоже, кстати, вполне в духе традиционного жанра. Юань Синпэй вообще начинает с того, что, оказывается, человечество, человеческая цивилизация, сам факт ее существования является уникальным в масштабе, по крайней мере, вселенной. Ни больше, ни меньше. То есть он принимает концепцию, я не знаю, там, Иосифа Самуиловича Шкловского или кого хотите, о том, что вот возникновение человечества у Вселенной, оно уникальное. По крайней мере, в масштабах нашей галактики. На больше мы не замахиваемся. Вот. Вот такой вот, да? Такая вот масштабная линейка. Ни больше, ни меньше. И, соответственно, человечество при этом является одновременно и творцом своего бытия, творцом своей цивилизации, и одновременно само является воплощением плодов этой самой цивилизации. Поэтому, с его точки зрения, вот теперь мы расшифровываем название «История китайской цивилизации». История цивилизации – это не что-нибудь, а история творчества человечества, развития человечества. То есть, соответственно, и в истории Китая на первое место также выносится именно это. Созидательная деятельность. Материальная цивилизация, исторический процесс и духовная культура. Именно это три столпа, три опоры прогресса. То есть, таким образом, тоже. Вот сейчас у нас, ну, тоже, не побоюсь этого слова, модно говорить о междисциплинарности. Так вот, для создателей истории китайской цивилизации междисциплинарность – это не сама цель. Это не следование каким-то тенденциям, а может быть, даже отчасти и принуждению. Это, собственно, важный рабочий инструмент. Дело в том, что, опять-таки, представляя, пусть и очень большую, но одну страну для всего остального мира, легко удостовериться, что на самом деле общая история цивилизации и культуры, она не может быть представлена как некая простая сумма отдельно истории общества, отдельно истории культуры, науки и техники. Ну, во-первых, потому что они по-разному осмысливаются в разных регионах, естественно. А во-вторых, то, что вот эти-то результаты этого осмысления, они вот чисто механические, ножницами и клеем, что называется, они не могут быть созданы. Нравится нам это или нет. И таким образом, таким образом, вот, собственно, и возникает вопрос, как вот в этой ситуации действовать. И Юань Синпэй пошел по пути, проверенных веками, может быть, даже и тысячелетиями, принципов традиционной китайской историографии. От самой глубокой древности. Поэтому вот лично для меня я написал объемную рецензию на этот труд. Она должна вскоре выйти в свет в издаваемом нашим институтом журнале Modern Oriental Studies. Да, мы тоже этого понятия не боимся, потому что востоковедение изначально это проект Запада для понимания Западом Востока, традиционной вот этой бинарной оппозиции. Китайцы же не страдают от того, что мы для них периферия. Есть такое понятие Occidentalism. Замечательную конференцию, посвященную вот этому вот восточничеству, в свое время в Москве провел Евгений Михайлович Штайнер, замечательный Штайнер, замечательный наш японист. Очень многие специалисты замечательно участвовали, как раз из Института Востоковедения Российской Академии Наук. Так вот, значит, обратите внимание, что с точки зрения Юань Синпэя Китай является одним из центров антропогенеза, потому что в китайской науке, опять же, не страдающей от некоторых политических тенденций, официально принят полицентризм в антропогенезе. То есть, соответственно, китайские антропологи по большей части не соглашаются с тем, что человечество все целиком вышло из Африки, потом, соответственно, эволюционировало. То есть, с точки зрения китайских специалистов, эволюционировало человечество в разных регионах земного шара. То есть, соответственно, нынешние китайцы – это автохтонный продукт, по крайней мере, двухмиллионного эволюционного развития, ни больше, ни меньше. И, значит, соответственно, возникновение современного человечества, переход его к стандартам цивилизации является таким образом поздним. То есть, только когда появился неолит, когда появилось более-менее производящее хозяйство, когда стали лепить, грубо говоря, горшки, что-то строить, что-то запасать, тогда появилась цивилизация. Абсолютно китайский подход в этом плане, безусловно. И в этом плане китайская цивилизация, древняя китайская цивилизация, вписана в, собственно, контекст трех и так называемых изначальных цивилизаций – древнеегипетской, месопотамской, то есть вавилонской или древнеиндийской. Причем, как раз по сравнению с ними, это китайская возникла позже всего, но оказалась единственной, которая, собственно, непрерывно с тех пор и развивалась. Соответственно, далее тоже очень интересная вещь. Это тоже, в общем-то, соответствует вот этому замечательному труду. Сейчас мы его временно вам выведем. Собственно, краткой истории культуры Китая. Это то, что Юань Синпэй принял решение выделить некие основные идеи китайской цивилизации. Причем, что интересно, он здесь ссылается не только на своих китайских предшественников, но и на Туинби, на Арнольда Туинби с его этим гигантским 12-томным The Study of History, который, в общем-то, не очень популярен сейчас, может быть, из-за объема, но в конце концов есть и трехтомное сокращение, и даже однотомное, которое по-русски издали, знаете, с таким претенциозным названием «постижение истории». Хотя, собственно, у Туинби The Study это в данном случае именно что сугубо учебная дисциплина, история как учебная дисциплина имелась в виду. Ну так вот, тем не менее, тем не менее, опираясь на Туинби, опираясь на китайских классиков, вот Юань Синпэй, он выстраивает некие любопытные особенности. Кстати, вот именно здесь он находит то основание, по которому, собственно, китайская цивилизация имеет огромное значение для общей мировой цивилизации и культуры, потому что он отождествляет понятие культуры прежде всего с понятием гуманизма. Причем он, опять-таки, выгодно противопоставляет китайскую цивилизацию и Китай во всему остальному человечеству, потому что обретение культуры в русле китайской цивилизации, согласно Юань Синпэю, происходит не путем насилия, а наоборот, путем воспитания. Причем воспитание путем ритуала, обряда, правильной модели поведения, ну и, разумеется, музыки. После чего, естественно, происходит человеческая культура. Причем, что интересно, человеческая культура и природа воспринимаются как равноценные границы, между которой, в общем, едва ли могут быть определены. Одно никоим образом неотделимо от другого. И благодаря культу предков китайская цивилизация уникальна была тем, и, видимо, вот это и выделяется как ее уникальность, как залог ее выживания, как то, что благодаря культу предков межчеловеческие отношения рассматриваются как более важными по сравнению, например, отношения человека, ну, скажем, с миром сверхъестественного. То есть, вот в этом плане как раз основа китайской цивилизации является весьма и весьма прагматичной. Потому что каких-то отвлеченностей, каких-то отвлеченных идей, которые не работают на практике, ну, здесь, в общем, не очень понимают. Так что формула того же Маркса, марксизм, это не догма о руководствах действия, в общем-то, тут воспринимается легко и непринужденно. Действительно, не догма. Одна из работающих теорий. Таким образом, китайская цивилизация, вот, собственно, для этого нам нужна и вот эта вот диаграмма, она рассматривается и как единство в многообразии. Потому что на территории современного Китая было как минимум пять цивилизационных очагов, причем, естественно, разных по этнической своей составляющей. И, таким образом, изначально китайская цивилизация была полиэтнична. Только особенность ее была в том, что в ходе этого процесса шло не взаимоистребление, а наоборот, взаимо, скажем так, растворение с отдачей всех лучших качеств, что называется, на общее благо. Вот так вот оно делается. То есть, таким образом, этническое единство сформировалось уже на рубеже вторых и первых тысячелетий до нашей эры, а китайский этнос, обладающий специфическим самосознанием, уже на рубеже, собственно, нашей эры. Собственно, на рубеже нашей эры, между первым тысячелетием до и первым тысячелетием после. Нападение всех остальных народов на территорию Китая, вот, собственно, мы здесь видите и видим, различные династии, различные государства, которые простирались чуть ли не до территории Приморского края. Они, собственно, и приводили к тому, что, во-первых, китайцы продолжали движение на юг, но при этом опять-таки происходило дальнейшее растворение, дальнейшее обогащение. Вот таким вот образом была предложена периодизация и таким образом, что интересно тоже, составители истории китайской цивилизации в четырех томах, вот теперь я, пожалуй, опять отмотаю до вот этого прекрасного синего четырехтомника, это будет важно, принято было решение, обратите внимание, вот на заголовок, допустим, том первый, до 221 года до нашей эры, то есть от возникновения до объединения Китая, до создания единой империи, империи Цинь. Почему это было принято? Дело в том, что было принято делать вот что, поскольку речь идет именно об истории китайской цивилизации, как она себя осмысляет, простое деление по политическим периодам, древность, средневековье, новое время, все равно же, это политическое деление. Допустим, для Запада древность, как мы привыкли читать из учебников, это когда пала Западная Римская империя. Ну, соответственно, для Китая там древность заканчивается, например, падением империи Хани, например, в 220 году нашей эры, или, как поступили авторы кембриджской истории Китая, вот делать другой, трехчастный тоже раздел, доимперский период, имперский и постимперский, то есть современный. Но в таком случае мы опять ничего не поймем во внутреннем развитии китайской цивилизации, потому что, ну, по определению, ну, не могло там быть одинаковым то, что было в 221 году до нашей эры и в 1912 году нашей эры, чуть больше 100 лет назад. То есть, видите, вот подобного рода схемы, они потому и схемы. Они, как бы выразился Николай Яковлевич Данилевской, априористичные, восхитительное слово. Как он там раздраженно говорил, вообще этот несносный Китай ни в какие эти априористические схемы не желают укладываться. Бедный западный историк. Действительно не укладывается. И поэтому, чтобы не, что называется, учинять насилие над собственной же историей, авторы истории китайской цивилизации поступили по-другому. Вот они написали 4 тома, и каждый из 4 томов составляет отдельный большой период развития. Точка отсчета это археологическая культура Лоншань, которая ассоциируется с первой китайской династией в 3000 год до нашей эры. Кстати, примерно тогда же древнеегипетское государство и возникло. И вот, соответственно, опираясь вот на это, собственно, китайская история своим победным маршем и двинулась, и теперь доступна и нам тоже. Вот, собственно, здесь на этом слайде более или менее вот эти периоды можно отличить. Ну, в общем, я полагаю, что вот чтобы не утомлять присутствующих, большинство из которых, безусловно, не специалистов по Китаю, я думаю, что основную часть я бы мог здесь и завершить. Так что я был бы безумно рад, если были бы какие-то вопросы, ну, в общем, на которые мы можем тоже поотвечать, подискутировать, подменяться каким-то моментом. Спасибо, Дмитрий Евгеньевич. Думаю, да, будут вопросы. Так как тема очень интересная, пожалуйста, уважаемые слушатели. Так, вопросы у нас есть? Здравствуйте, меня зовут Данил, я из Санкт-Петербургского государственного университета, восточный факультет «История Китая». Вопрос такой, в принципе, насколько возможно, учитывая все современные, ну, и не только современные проблемы разделения китайской культуры на какие-то этапы, как, например, попытки подогнать развитие культуры, истории и всего прочего, например, подформационный подход, они же все, по сути, не увенчались успехом. Насколько, в принципе, логично начинать вот эту подгонку, начинать придумывать какие-то этапы и разделять таким образом культуру и историю Китая? Спасибо. Спасибо огромное за вопрос. Я превосходно более, начну, пожалуй, знаете, с чего? Я начну, пожалуй, с того, что я с вами принципиально согласен. Да, безусловно. Любая попытка периодизации, ну, даже если она претендует на какие-то объективные вещи, да, допустим, по каким-то там экономическим вещам, ну, предположим, будем считать, что вот именно какие-то экономические показатели, они, что называется, наиболее выражают особенности жизни человечества. Но дело в том, что здесь на самом деле на первое место нужно выносить две вещи. Во-первых, что называется педагогику, и во-вторых, собственно, методологию познания. А главным парадоксом, про педагогику давайте как на другой раз, а вот что касается методологии познания, то вот здесь такая принципиально замечательная имеется вещь. Без априори себе поставленной какой-то задачи, без какой-то априори составленной схемы, невозможно вообще заниматься познанием, по крайней мере, гуманитарным, за остальные версии не поручусь. Соответственно, потому что производить выборку неких фактов, производить каким-то образом выстраивание чего-то без заранее настроенного какой-то схемки, ну, невозможно. Естественно, что рано или поздно она покажет свои границы познавательные, не только познавательные, но и дальше уже начинаются всем нам известные проблемы, которые сводятся к тому, что хуже, факты для теории или наоборот. Вот не укладывается такой прекрасный факт нашу такую красивую теорию. Поэтому вот я считаю, что в любом случае, безусловно, особенно когда мы говорим про какие-то обобщающие труды, которые охватывают некий абсолютно непредставимый промежуток времени. Естественно, это будет условность. Естественно, что эта условность, она будет опираться на более или менее серьезные авторитеты для каждого свои, потому что, вот скажем, если брать именно вот этот методологический этап, ну, в общем, тут тоже сборная солянка еще та в данном четырехтомнике. То есть они там не отказывались ни от формационного подхода, ни от чего-то еще, но они это делали выборочно. Ну и, в общем, понятно, что вот если пытаться достигнуть какого-то компромисса, это не худший из вариантов. По крайней мере, он может быть лучше, чем у кембриджской истории Китая, авторы которой, если вы помните, вообще, в принципе, отказались от рассмотрения древности, до 221 года до нашей. Вот это вот оно. Надеюсь, я на ваш вопрос ответил. Спасибо большое. У нас был еще один вопрос. Пожалуйста. Добрый день. Большое спасибо, Дмитрий Евгеньевич, за очень интересную лекцию. Хотелось такой вопрос, ответ на такой вопрос услышать от вас. Вот вы рассказали про китайское, собственно, личное их видение развития китайской цивилизации, восточное видение, да, японских авторов вы приводили, даже западных упоминали. А какова традиция восприятия истории китайской цивилизации в России? Не только в советский период, но в целом. Спасибо. Спасибо огромное. Насколько я могу судить, первый сводный, какой-то вот такой же, вот предельно обобщающий очерк китайской цивилизации, опубликовал в свое время Константин Харнский, и было это в Харбине, и было это в 1927 году. То есть это вот, это вот именно, что идеальный вариант, да, значит, вроде как и в самом Китае, вот, причем на русском языке, но не в красной парадигме, что называется, совсем тогда примитивизированной, социологизированной школой Покровского, а все-таки вот в более благоприятном в таком отношении. Но дело в том, что Харнский, он, будучи очень неплохим востоковедом, он все-таки писал не по китайским, хотя бы историографическим источникам, а по англоязычным. И, в общем, у него получился довольно странный такой гибрид, в который он попытался совместить традиционную китайскую историографию с, страшно помыслить, значит, с марксистско-ленинской. В итоге у него получилось, что феодализм в Китае наступал дважды. Это, на его счастье, еще тогда Мао не успел сказать, что феодализму в Китае три тысячи лет. Кстати, вот, например, авторы вот этой четырехтомной истории китайской цивилизации, они даже не думают это оспаривать. Все это воспринимается как данность. Феодализм возник в Китае три тысячи лет назад. На рубеже опять первого-второго тысячелетия. Поэтому, значит, основные обобщающие работы, которые пошли, это уже 50-е годы. Но вот проблема, видите, здесь какая? Проблема, вот мне, нет, это именно что проблема? Дело в том, что современное китаеведение, как выясняется, оно же на все 100%, западное китаеведение, в широком смысле российское тоже относится к западному. Все это китаеведение, оно же полностью зависит от китайских источников, от работы китайских комментаторов, редакторов, составителей и всего остального. Сейчас они еще вообще стали свои вот эти каноны и прочее переводить на современный китайский язык, облегчая тем самым жизнь, в первую очередь себе, но и нам, разумеется, тоже. И вот получается, что здесь получается какая-то странная такая ситуация змеи, кусающейся за хвост, потому что китайские ученые по своему прагматизму стараются все самое свежее, оригинальное перетащить из западных достижений и западной методологии, по-быстрому, значит, переиначить это вот на своем материале, а потом, соответственно, это заставить уже осмысливать нас. Последний по времени грандиозный проект, вот который закончился, который вызвал ожесточенные споры, зачастую нападки, это вот грандиозная десятитомная история Китая, изданная Российской Академией Наук. И там, значит, вынуждены были поступить, ну, в общем, по такому вот гибридному пути, то есть в основу все-таки положить традиционную династическую периодизацию, вот, а уже внутри, значит, таким образом предоставлять авторским коллективам и редакторам ответственным как-то вот эти вещи осмысливать. В целом, вот как совершенно справедливо задал вопрос предыдущий коллега, сколько-нибудь единого подхода, сколько-нибудь, единого, скажем так, стандартизированного, более-менее устоявшегося методологически, ну, его просто нет. Понимаете? То есть, допустим, когда Василь Васильевич Струга, будучи выдающимся египтологом и совсем неплохим шумнорологом, пытался, я не знаю, там, рабовладение в Китае искать, ну, получалось это, вот, не хочу подбирать каких-то уничижительных эпитетов, потому что кто я, кто Василь Васильевич Струга, ну, скажем так, неоднозначно это получилось. Все-таки вот проблема именно в том, что профессионал, он потому и профессионал, что он вот врос глубоко в свою делянку. И широкие обобщения, ну, вот, как в Стойнбе. Стойнбе был выдающийся специалист по Турции, Греции, нового времени, советник Министерства иностранных дел Великобритании. Ну, да, он был антиковед по образованию. Ну, вот, собственно, все. Вот его база, на которой он пытался работать. То есть, мне бы, конечно, гораздо интереснее было бы, чтобы китаист профессиональный, скажем, занялся осмыслением истории Запада, но пока что-то вот таких мне особо неизвестно. Поэтому вот получается, что можно, безусловно, перебирать какие-то конкретные труды, и все равно на первое место приходится выносить переводы с китайского. То есть, скажем, в 59-м году дивная была издана книжка учебник профессора Харбинского педагогического университета Шан Юэ «Очерки истории Китая». Она до сих пор читается блестяще, потому что ее переводили тогда еще молодые, блестящие наши китаеведы, многие из них уже ныне скончались, например, тот же Переломов там или Буров. И вот тоже это совершенно замечательно. Кстати, Шан Юэ, чем интересен, он в своем Харбинском пединституте был учителем по истории у Ким Ирсена, будущего вождя Северной Кореи. Тещин мир, однако. Спасибо большое. У нас есть еще один вопрос. Спасибо вам огромное. Я еще раз представляю, меня зовут Чарджи Монтериев, представитель Московского государственного лингвистического университета. У меня к вам вопрос, поскольку я изучаю китайский язык, я хотел узнать, какое влияние именно Октябрьской революции на развитие Китая. Спасибо за этот вопрос. Спасибо. Потому что, действительно, вот это направление, оно, к сожалению, по крайней мере, у нас не очень популярно. То есть, видимо, такой маятниковый характер носит развитие. Если позволите, я предельно кратенько, потому что, я сейчас вступаю в свою профессиональную область как лектора по истории Китая, тем более новой, новейшего времени. Значит, понимаете, Октябрьская революция, она воспринята была в Китае, ну, с некоторым опозданием. То есть, в общем, серьезные публикации на эту тему, они появились где-то к 1919 к 19-му году, прежде всего, благодаря, безусловно, сотрудникам Пекинского университета, которые, собственно, ну, собственно, вот именно с их публикации началось их полевение, их покраснение, ну, и, собственно говоря, потом была на этой базе создана коммунистическая партия Китая. Но здесь главный вопрос в другом, да, как это было воспринято. Так вот, насколько я могу судить, и в Китае того времени, то есть, вот с самого начала 20-х годов и, например, в Индии, которая тогда вообще была лишена независимости, была британской колонией, Октябрьская революция, ну, вообще революция в России в широком смысле, там зачастую не проводилось различий между февралем и октябрем, там, в общем, главный вот смысл, который усматривались, который усматривали особенно и политические деятели, просто рядовые интеллектуалы, был то, что, во-первых, очень важная вещь, тогдашние китайские интеллектуалы, в значительной степени получали образование в Японии, да, ну, вот маленький примерчик я вам приводил, что там было, и вот, например, один из величайших апологетов модернизации Японии, Фукудзава Юки Те, он, например, вообще все страны мира поделил очень прагматично, по пользе, которую они могут привести для развития Японии, то есть, например, Великобритания, Германия, США, страны цивилизованные, поэтому полезные, а Россия и Китай страны полуцивилизованные, поэтому не очень полезные, но вот это вот, что интересно, вот эта вот полуцивилизованность, так называемая, да, ну, не секрет, да, и до сих пор, несмотря на всю толерантность и прочее, никуда мы от этого не делись, ни мы сами, ни наши визави, ну и вот, значит, и получается, что, скажем так, близкая Китаю по проблемам страна вдруг свергла самодержаве, вдруг отказалась от того пути, который ей цивилизованные страны навязали, начала строить что-то новое, то есть вот в условиях общественного раскола, который тогда в Китае происходил, это вот и было воспринято как самое главное, марксизм пришел попозже, понимание марксизма пришло намного позже, в конце концов, Хоу Вайлу перевел капитал на китайский язык только в конце 30-х, а полное собрание сочинений князя Кропоткина, главного теоретика анархизма, оно вышло в свет именно в Китае в переводе на китайский язык. Поэтому вот очень важный здесь момент, то, что в Октябрьской революции до Второй мировой войны в Китае видели прежде всего близкую им политическую ситуацию, то, что, условно говоря, восточный народ, скажем, не западный, как сейчас модно говорить, но он даст, он смог взять свою судьбу в свои руки и тем самым показать, что даже страна, находящаяся у края разрушения, у края пропасти, может в последний момент все переиграть. Это очень хорошо отвечало в том числе, например, и китайской стратегии, стратегии китайского мышления. Вот примерно вот так, что я вам могу сказать. Спасибо, Дмитрий Евгеньевич. Мы вас от души благодарим за вашу лекцию, увлекательную, познавательную. И сейчас у нас объявляется... Поблагодарим, пожалуйста, лектора, да. Сейчас у нас объявляется переработка.